Точные данные, какие именно воинские части России и сколько российских военных находится на Донбассе, опубликовали британские ученые. Информацию собирали по крупицам. Кто и как получает эти данные и что советуют главному британскому дипломату. Подробнее Оксана Кундеренко, она в Лондоне. Королевский объединенный институт оборонных исследований, один из авторитетнейших мировых аналитических центров, детально описал преступления российских военных, которые вторглись на территорию Украины. Род войск, номера бригад, количество единиц техники и живой силы, даты пересечения границы. Все это опубликовали в отчете с коротким названием «Российские войска в Украине». Автор Игорь Сутягин, ученый с мировым именем, выпускник МГУ, обвиненный в шпионаже и госизмене, за что провел в заключении 11 лет, знает путинскую систему не понаслышке. Так вот, по его данным, вторжение регулярной армии РФ на Донбасс началось 14 июля прошлого года. Вошли разведка и спецназ. Мотострелковые и десантные бригады присоединились с 11 августа. У меня была некая база знаний о том, что, где, как, кто чем вооружен, где, чего, сколько. Я знал, например, где какие танки, скажем, находятся, в каких частях. Поэтому, когда появляются какие-то съемки, я не знаю, Russia Today, Live News, Первый канал, ТВ-звезда, показывают какие-то съемки, где очень характерные, допустим, танки появляются. Я могу знать, откуда эти танки. Перед новым 2015 годом в Украине скопилось наибольшее количество российских военных – 10 тысяч. До сейчас их не намного меньше – 9. Все это с конкретными цифрами и картами опубликовано в сегодняшнем документе. А вчера в том же Институте оборонных исследований выступал министр иностранных дел Филипп Хэмонд. Из аудитории ему посоветовали использовать новый рычаг давления на московских агрессоров, рассекретить их финансовые махинации. За последний год богатенькие россияне спрятали в Великобритании 150 миллиардов долларов. Причем пик оттока денег из России и притока в Европу пришелся на момент введения санкций. Частично средства вложили в недвижимость, частично инвестировали в ценные бумаги или предприятия. Хэмонду идея понравилась. Он говорит, спецслужбы уже собрали информацию о перемещении российского капитала на Туманное Альбион. Оксана Кундеренко, Иван Ермаков. Подробности Британское бюро телеканала Интер.